Видишь, вот перстень на левом пальце и часы. Это Бегит Лучков сразу. Слева Сережа педан, справа? Нет, слева не педан. Слева Сережа педан? Нет. Только он так раскладывает, вот в такой скорости только он так шашлит. Так. Сейчас я это уточню. Уточняй, давай. Так, добавляем, что у нас по 20 хитов оппонентов. Так, а где у нас жизни? Да, я же тебе говорю, что я сейчас сделаю. Ну, что вы тебя не можете сделать? Да, иди сюда тогда, я лучше, что из страны. Я засяду в экран ближе. Давай. Сидели-сидели, нормально. Так. Так, ну что я могу сказать? У нас двое человек достаточно хороших игроков играют. Но вот Никита больше по лимитам. У Никита, да не только у нас тогда, кто очень не плохо играет. Никита хороший декбилдер, но мне кажется, стандарт он играет гораздо реже. Чем конструирует колоду для этого самого стандарта? Во всяком случае, вся его команда. Так как он конструирует для всей своей команды, он отлично. Так, сразу видим, в сочетании у Сережи сразу видим белый цвет. Никита бело-черная колода. Белая колода, сразу мулиган от Никита. Причем колода у меня довольно-таки неплохая, судя по картам. Я конкретно ничего не знаю, что там увидел, что у Сколу вывезли. У него легенда, которая меняет свои атаку с твоими жизнями. Так. Вот. У него чарка, которая дает плюс один, плюс один, Vigilance, Lightning. И First Strike. И First Strike. И First Strike. Полет, Vigilance, Lightning. Поехали? В First Strike. Нет. Полет, Vigilance, Lightning. В First Strike нет, но есть Vigilance. Так, и что-то еще там было еще интересное. Вот в прошлом раунде посмотрели, как Саша Радайф собрал колоду. У него в наборе два раф-капошена. И, соответственно, с этими двумя раф-капошенами выглядели полный набор. То есть вот и чарка из InBolas Clutches, белая чарка. Вот, смотри. Ой, у него еще есть шлем. Вот эта рука прям... Все хорошо, только одна земля. Интересно, рискнет? Да, он рискнел. Оскравился там. Нет, скорее всего, не земля. Их ходят еще и первые. Да, у него не очень хорошее положение, но я думаю, он справится. Нет, ну если он поднимет сейчас землю, у него все будет хорошо. Ну, видимо, у Сережи белокрасный колод. Нет, не поднял он землю и... Ну, у Сережи... Не поднял он. Медленная рука, судя по всему. И вот, да. У Сережи все очень плохо с ранней агрессией. Стабилизация, да, он будет искать базик. Ну, сейчас мы увидим двух цветков у него или нет? Двух цветков. Обратите внимание, ребят, очень-очень хороший артефакт. Один из лучших вообще в этом формате для стабилизации. А вот сейчас с существами уже начинаются проблемы, потому что на двух манах Никита уже вполне неплохо держит стол. У него есть ремол, у него есть блокер. И если он поднимает третью ману, то это неплохо. Так, ставят джаггернаут, а? Это интересно. Сережа и джаггернаут, он говорит, что атака на 5 каждый ход. Это очень сильно. Сейчас интересно будет ли Никита рисковать и пропускать джаггернаут, или все-таки сразу его убьет? Нет, он поставил артефакт, что ли в этот артефакт? Это странное решение. Это плюс 2, плюс 0, свой ход дает пеорстрайк. Так, и мы видим скизика. Скизика с усилителем поставили. Да. Атака на 10. Вот Сережа и Никита сразу остается в 10 хитах. Мне кажется, эта партия закончится очень быстро. Да, все-таки. Ну, Никита все-таки сильно риски оставит. 10 хитов у Никиты. У игрока справа 10 осталось. Вот. Ну, и передает ход. Все-таки сидит на рембовале. Сейчас понимаешь, что нужно сделать. Вот сейчас он посакает, существует. Бьет скизика. Да, получится на 6 с атаки. Остается в 4. Нет, это 100% партия. 4 хита осталось. Никита, да. Сережа очень бодрое и очень мощное начало. Ставит еще и пегаса. То есть джаггернаут, скорее всего, полетит. Я не соглашусь с бодрым началом, потому что здесь решила пропущенная ландропа. Два. Два пропущенных ландропа, конечно, сейчас мы повеяли. И еще один, да? То есть на между второй и третьей земелькой. Три ландропа он пропустил. Пропустил три ландропа. К этому моменту Сережа, конечно, на кастеманах уже не оставил никаких шансов. Как тебе, кстати, связка скизик плюс джаггернаут? Как тебе было решение играть в одной колоде скизиком и джаггернаутом? Ну, вообще неплохо, да? То есть курва 4-5 мана, скизик плюс десенит ли он не так сильно? Ну, или потому, что мы видели, скорее всего, уже просто все было очень плохо с первыми тропами в наборе. Да, первое существо было за 3 мана, но можешь задать что-то такое. Возможно. Ну, какие хорошие белые за 1-2 мана? Я знаю парень 2-1, который... Парень 1-2, который хейст и плюс 1-плюс 0, если у тебя два заклинания. Так. Вторые дропы это парень, который получает плюс 1-плюс 1-ную угрозу, когда ты играешь что-то с кикером. Так. Тоже нарушение. Соответственно, в белом свете это парень, растущий за легендарки. Ну, анкоманы, я думаю, мы не будем учитывать, потому что... За историк, ты имеешь в виду, это флайер. Я думаю, он, который... Флайер за хисторик, он за 2 маны. Да. И получает до конца хода. И растет до конца хода. Ну, нет, он не очень хороший на самом деле. Вот. Парень 3-1, кстати, вполне неплохо в этом формате. За 2 маны, да? Это, ну, это они из формата формат скачет, конечно. Белого цвета. Визитная карточка белого цвета. Парень 3-1 за 2 маны. Да. За 2 маны 3-я атака. Ну, кстати, это совсем недавно осталось визитной карточке. Клинок 6-го прайда. Фьючерсайд. Нет? Это 2006-й? 2005? Они показали нам будущее. Клинок 6-го прайда. Они показали, что в будущем будут такие существа. Черт, Визарда все знали наперед. Ты прикинь, они знали, кто будет повелевать форматом. Но ведь, я так понял, что Тима Визардовская не меняется же с подходом Розенвольтера. Ну, в принципе, там очень много людей, занимающихся разработкой сетов. И поэтому нельзя сказать, что это все делают одни и те же люди. То есть, у них команды меняются, подход к сетам все-таки тоже разный. Но приятно, что в последнее время они все-таки балансят лимитов. Ну, он же застал, грубо говоря, разные форматы. Один из создателей магии, соответственно, понимает, что... Ну, вот как мы три года назад все время удивляли, что Визарда начали меньше сполов делать, ну, спасили. И больше существ делать. Сильно, чтобы больше игроков приходило, ну, играть с существами, чтобы можно было. Потому что... Самые сильные колоды форматов, ну, самые сильные колоды всех форматов, они обычно без существ вообще избавляются. То есть, нам говорят только запинаниями. Начали ослаблять и усилять существ. Так, мы видим мулиган от Сережи. Он ходит второй, поэтому для него это не так страшно. Первый он выиграл порчу. Нет, ну, мулиган это всегда неприятно, на самом деле. Зря-то так. Ну, мне кажется, что это с курвой. Никита, если он после мулигана кипнул с One Under, не поднял. Ну, и Никита преследует плохие руки. Они прям очень плохие руки. Так, заход от Никиты пошел. Ну, у меня кипает, потому что она не настолько плоха, чтобы мулиганить. Ну, это не то, что ты хочешь видеть против Роя. Так, опять встает нам этот артефакт. Ну, мы видим, что у Сергея тоже есть крылья. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за парень? Сейчас, скорее всего, будет больно. У Никиты есть мулиган на руке? А, да, есть мулиган. Мулиган минус два минус два, да. А что за парень еще делает? Этот парень растет за каждой эквипой чарку, повешенную на него. Он получает плюс-два, плюс-два. Ой-ой-ой, да. Вот если сейчас на него успеют повесить какую-нибудь чарку, у Никиты будут проблемы. А есть в этом формате, как в простом, плюс-два, плюс-два и лайфлинг? Нет такого? Ну, как нет, у нее есть. Мороз в этом герой. Пришел Пегаса ставить, появился белый перманент на столе, соответственно... Сейчас, чуть выше, чуть выше, чуть выше. Появился белый перманент на столе, а заэквипил, значит, заэквипил чару Никита и... Атака на пять. Атака на пять. Получил плюс-два, плюс-два, плюс-ноль. Но при этом Никита затапанный, сейчас ему будет больно. Странно, слушай, а в этой ситуации, когда рыцарь на столе такой, ты бы касталок и газом отдать хочешь, чтобы усилить рыцаря? Или это не имеет особенного значения? Ну, так как там бело-черная колода. Да, так или иначе он раньше выйдет. А тут ты этот момент контролируешь и на ход раньше даешь преимущество. Да, вот сейчас он должен, скорее всего, будет вешать чаркур. На парня, чтобы отхилиться и... О, нет, там есть еще один парень. Любопытно. У Сергея на руке парень за 4 маны, 2-2, дабл страйк, который у всех ее страйкеров держал. Дабл страйкеров. Нет, решил сначала сходить просто в атаку бодренько на 3, да, запечатку. И у нас получилось 17 хитов. Нет, на 2. Он 1-1, да? Атака была на 2. Вот сейчас будет любопытно. Сейчас может произойти интересный момент, потому что ремовал у Никиты на руке только один. 18 у Никиты, 15 у Сережи. Да, он тратит хитово сюда, и у него будет проблема в лице парня 4-4, vigilance, flying, lifelink, trample. Да, который еще станет сейчас плюсами плюс 1, наверное. Кстати, это был хитрый ход от Сережи? Поставить специально, подремовал что-то? Он невозможно. Что-то подремовал? Он невозможно, да. Да, вот мы видим летающего кирпича, который управляет ситуацией. Атака идет на 5. Хиты поменялись. 4, Сережа погенит, 5 он снял. У него станет... 13 на 19. 19 хитов у Сережи. 13 хитов у... А почему он не погенил себе хиты? Либо я что-то пропустил, Сергея пизднула до этого, либо он забыл. Не, он забыл. Скорее всего, мы четко все видим, что у Сережи 19 хитов. Вот он сейчас поправляет. Помню. Что 19 хитов у него. А у Никиты сколько? А у Никиты сейчас 13. Постоянно игроки постоянно считают и пересчитывают дэмэдж, который они могут нанести с атаки. Слушай, все-таки очень сильно получился этот рыцарь. Буквально 2 маны сам рыцарь, 2 маны артефакт на него, да, и квит там, где сколько тоже заблевал. Он отличный комбикстер с мячами за 1 манку, 1-1, который квит за 1. Да, да, все так. И сам становится так, как есть белый перманент. Вот и еще один белый перманент появляется. Это у нас... Как ты видишь, он появился достаточно рано. Это спелл, который приводит двух рыцарей с бдительностью. Так что... Но это не сильно, по-моему, не сережи располагает. У себя. Сережа Бородкикали на 5, у него осталось 14. Нет, это непонятно. Может быть, мы пропустили момент, и Сережа уже успел записать себе хиты. Потому что если он забыл про Лайфлинг, то... Он не может забить про Лайфлинг, потому что Никита ему обязан напомнить. Это уровень применения. Они могут забыть оба, но это бывает. Я думаю, нет. Ну, сейчас мы это проверим, на самом деле. Да, не записывают хиты. Может быть, мы что-то... Мы решили записывать хиты. У Сережи стало, значит, 13 хитов. У Никиты осталось 8 хитов. Поставил джиггернаута, поставил, значит, флайером. И вот за Никитой. Потому что джиггернаут-то бесцветный, хотя, ну, сейчас это не имеет особо сильного значения. Все же потерялся с использованием счетчика, но я думаю, что мы все правильно видим, что там 13 хитов должны быть. Да, все так. 13 на 8. И ход за Никитой. Вопрос. В такой ситуации бежать в атаку. На закрытой маневле оппонента. Мы имеем флайера-блокера, мы имеем парня 4-4. Ну, лайфлинка 4-4 очень решает. На самом деле, я не знаю. Странно решили, что сбежать в атаку. Побежал в атаку с ферстрайкером. Оставил своего флайера. На месте Сергея я бы, наверное, все-таки... Сдавал бы, да, флайера? Нет, я бы все-таки, наверное, разменялся. С рыцарем, да, с этим? Да, потому что он и так сверху, а тогда сделал так, чтобы оппонент потерял флайер-блокер. Ну, нет. Я боюсь, что Никита показал все отношение к этой партии. Ну, сложно сказать. Мне кажется, 2-0 в одну сторону просто. Ну, нет, я могу это объяснить. Просто Сергей Петанович не любит стрима. Мне кажется, он решил закончить все максимально быстро. Ну, то есть, он максимально эффективно использовал катки ему дали? Или он этот самый, просто выиграл нужные стоп-деки? Ну, трудно сказать. Может быть, он призвал высшие силы. Потому что это было... Дай мне быстрее закончить это у нас тримбе. Да, это было очень быстро и жестоко по отношению к Никите. Но неправильно атака рацион. Может быть, неправильно атака, но это спорный вопрос. Опять-таки, скорее всего, у Никиты был какой-то... Но не сносил он 85-6. Не сносил, конечно. Вот, я уже герналт разменивался. Скорее всего, я поставлял блокера. Вот. Ой, шоколадка, да. Шоколад у нас позвать их? Очень странное решение. Просто очень странное решение. Единственное спорное решение, которое я здесь вижу, в принципе, парень за 4 маны дабл-страйк на пустом столе, битв-страйкеров не угрожен. Как я же сразу сказал, возможно, выманивал ремоул. Не было форстрайка, это правда. Дабл-страйк он, наверное, дать никак не мог. Нет, дабл-страйк, ну, парень 2-2, дабл-страйк за 4 маны – это не страшно. Его можно было убить в респонс на раскачку на него. Скорее всего, может быть, Сергей думал, что он поставит сейчас дабл-страйкер и повесит на него крылья. Вполне возможно, это было его право на игру, а не выманивание ремоул. Вот, и если бы Никита немного подождал, он, наверное, сменяет свой ремоул. Нам все было понятно, но, собственно, один только момент с атакой рыцаря. Предпоследний ход во второй партии. Ну, типа, можно было не атаковать, просто при джиггернауте на столе. Ну, типа, просто что в атаку тебя понесло? Да, чтобы вы понимали, на этом моменте у меня на руке, типа, вот, 4 земли, на руке 4 карточки, стоящие 5 и выше. И у меня аута в колодец только один, и это все, и я не смогу справиться, если он продолжит все хиты генеть. Все просто. Понятно. Нет, можно было, очевидно, там еще что-то там придумать, просто вот мы. Ну, единственное спорное, как бы, ну, вот наше мнение, ты считаешь, что, может, все-таки поторопился с нему? Может, все-таки стоило подождать усиление? Ну, не было на столе ферстрайкеров, ну, то есть этот парень тебя особо не делал ничего? Нет, все нормально было. Ну, ремовал-то почти ультимативный в этом формате спасти. Так, у меня на руке был ремовал, понимаете? Он просто 5 стоил. Я ожидал, что если эта штука разрастется, я ее снесу рано или поздно. Так нет, дело не в этом. Ты мог подкараулить Сергея какую-нибудь раскачку на парке по блоку. Понятно. Ну, это типа про вэлью. А я отыграл от того, что нормальные 17 земель умеют где-то в районе 7 хода раздавать 5 и 4. Как вы думали, ты решил же на темп пойти все-таки. Очевидно, что дали чувака с 5-ой атакой, оппоненту дали типа пегаса и чувака с 2-ой атакой, и он следующим ходом не вешает чарку, и следующим не вешает, у тебя есть вот какие-то шансы. А потом Декс сказал, нет, чувак, иди нафиг. А Сереже сказали, там типа, ой, там птичка, вы надо над рючкой сдать. Ну да. Ну, желаем тебе удачи в следующих раундах. В следующих раундах.